Друзья мои, это «Украина-24», и сегодня на гостях Маша Красинина, улюблена ваша ведущая, ведущая журналист, и будем говорить про то, что бывает прямо сейчас. Добрый день, Маша. Здравствуйте, Наташенька. Повторю то, что я вам говорила только что, еще до включения записи, что очень-очень вас рада видеть. Я вас слышу. Слежу за всеми вашими выступлениями, за тем, что вы делаете. И прямо начну с того ощущения, начиная со всеми. Где вы, что вы, как вы, мы сначала о войне не говорили. О, нигде вы не надо говорить, просто скажите, уехали, не уехали. Я провела 4,5 недели в Украине, затем приняла одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня могут понять только те, кто это прочувствовали, чтобы не было сейчас лишних бравазов и кокетств. Мне навешано. Я выехала в Европу ради безопасности своих детей. И ради того, чтобы продолжать эффективнее помогать Украине. Потому что в Украине я посчитала, что результативность моих действий свелась к минимуму. Я запустила там фонд, я запустила работу, а теперь нужно искать деньги. И нужно не позволять Европе расслабляться, потому что усталость Европы, европейского вот этого всего, так сказать, наблюдения за тем, что в Украине, она чувствуется. Всё стало вяло, всё стало тихо, всё стало вот такое отмашистое. Лично я, как гражданка Украины, это переживаю очень тяжело. И вся моя деятельность на сегодняшний день – это постоянное движение по Европе, выступления, встречи, попытки пробиться к правительствам. Кое-где получается, кое-где нет. Есть марафоны благотворительные и постоянное поддержание информационной повестки в том, что, дорогая Европушка, оно у тебя вот тут. Ты чувствуешь запах, ты чувствуешь запах войны. Не смей думать о том, сегодня взять круассан с джемовой начинкой или с ореховой. Не смей. Ну да, война вообще поменяла всё, поменяла ценности. И я думаю, что ваши тоже. Я никогда вас не видела без косметики вообще. Я вообще не могу нанести косметику, Наташа. Ни граммы не могу. Губы вот сильно потрескались, они все в ранах, поэтому я вот нанесла бальзам ради вас. Это мой первый вот такой губной пиаш за 53 дня. Ну вот, я тоже как-то не могу. Не могу. Иногда в сетях пишут, что-то Влащенко ужасно выглядит. Наверное, она бухает. Пишут люди, которым почему-то весело, понимаете. А добрых становится больше. Добрых как-то становится больше. У меня был лимит внутреннего оправдания на них, запаса внутреннего оправдания. Тяжело людям. Каждый сбрасывает свою злость и агрессию на оккупанта, как может, и выбрасывает на тех, кто мельтешит у них перед глазами. Языковой вопрос людей можно понять. Русский раздражает. Я как-то все время оправдывала, оправдывала, но меня пугает, честно вам скажу, количество внутренней агрессии, растущей через, так сказать, через наше общество. Вы видите, что я могу транслировать очень многие вещи через свои соцсети и делаю это, но с этим обратиться не могу к нашим, потому что не хочу, чтобы агрессор, сука, видел, что у нас начинаются внутренние срачи. Я не хочу, чтобы эта мерзкая, липкая, вонючая, ботовская слизь, сидящая у меня в подписчиках, а их Наташа, колоссальное количество... Я знаю, я вижу, в основном все с закрытыми аккаунтами. Я же попала под эту раздачу, поэтому знаю. Я поэтому не перехожу на украинский, потому что я знаю, что они в щелочку подсматривают, они все просматривают, всем делятся. Я их доконаю в сук. Поэтому у меня есть позиция. Но наши не хотят об этом думать, и волна агрессии растет, а я не хочу это дарить выродкам, понимаете? Вы понимаете, тут очень важный момент один. Я в одном из постов процитировала вонючу о том, как важно не пустить свою душу во время самых страшных испытаний ненависть. И мне сразу начали писать, так что, русских теперь не нужно ненавидеть и так далее. Вот как объяснить людям, что есть некая хрупкая грань? Конечно, врага надо ненавидеть. Конечно, врага нужно убивать. Конечно, Украина для нас это дом, и мы его должны освободить, и победа будет. И врага надо не щадить. Но как объяснить, что своих надо щадить? Надо любить ближнего, надо ему помогать, надо протягивать ему руку, надо не искать... Моя бабушка говорила, на шукатов сраются зубы. Их там нету, понимаете? То есть как бы любить тех, которые рядом с тобой, которые украинцы, которые рядом с тобой живут. Вот как? Примером. Примером. В меньшей степени, в намного меньшей степени, я это всё пережила в 2014 году, в 2015, когда, во-первых, начала открыто выступать против аннексии Крыма, и мой родной Крым весь на меня ощутимился. Ну, практически весь те, которые имели длинный язык, и везде всегда есть эти люди, соцсетя. Второе, я параллельно начала заниматься публичной благотворительностью, и мы с вами, кажется, обсуждали это в каких-то из интервью, которые я вам давала, насколько наше общество было не готово к тому, что всё это имеет исключительно благостные намерения. Было очень много обвинений во всём, чем угодно, кроме того, что я реально помогать решила открыто детям, давая с собой определённый пример. И вот сегодня 22-й год, и всё это можно пройти, Наташа. Если ты выстроил себе курс на то, что ты окружаешь себя только хорошими людьми, корыстолюбивых, лицемерных, подлых, предательских, ты вычёркиваешь без объяснений, придерживаешься курса определённого тобою, твоя риторика неизменно направлена на то, что вы очень-очень чётко сейчас сказали. Нужно думать о гигиене собственной души и показывать это. Сегодня со сноской на 22-й год и на войну я вынуждена сказать, что такое по силам только очень сильным людям. Простите за тавтологию. При слабой психике, при слабой очень нервной организации это практически сегодня невозможно, потому что внутри поселилось горе. Страх и ужас придушены. Ты в этом живёшь, оно в конечностях, вот этих вот таких гипертонусных. Но вот полностью ты весь пронизан горем. Внутри горе, в середине горе, в каждой клетке горе, горе, горе и слёзы. И только очень сила, вера и духа может помочь говорить на всё плохое, что в тебя летит, что нету людей. Нет. А я буду делать дальше то, что делаю. Второе правило, которое я себе позволяю, это остаться один на один со своей слабостью. Вот я дня три-четыре совсем мне паршиво. Всё выжжено внутри. Пустота и слёзы. Всё время слёзы. Не могу. Про Мариуполь читаю, про Запорожье читаю, про Харьков там друзья. Вообще не могу. Потом смотрю, думаю, ничего не постила. А я не могу постить. Мои обращения первых недель. Я себя там даже не узнаю. Это лицо искажённое, вот эта агрессия, этот оскал жуткий, злая, злая женщина. Но это я. И я писала каждое обращение под бомбёжкой. Вот это самое страшное своё обращение записала в бомбоубежище, когда Киев бомбили. Как было страшно. Как было страшно. Господи. И мне всё равно, что я там себя не узнаю, и что я сама у себя вызываю ужас. Сегодня я уже не могу. Этой злости я вся её пропитана. Я её отравлена. Я её просто отравлена. Мне каждый раз аж хочется вырвать из себя эту злость, как плохо физиологически. И я себе это позволяю. Я стала позволять себе быть той, какая я сегодня. И мне не стыдно. Я ещё, знаете, что я каждый раз, когда мне хочется выть, от новостей, когда я ночью просыпаюсь, не могу уснуть, не понимаю, где я нахожусь, сразу бросать телефоны, чтобы навести резкость, что происходит в стране. Я себе говорю, слушай, ну есть же люди, которым уже никогда не проснуться. И которым гораздо хуже. Я когда прочитала этот отчёт Денисовой о детях и о женщинах, я вообще не знала, где у меня горло, вернее, где у меня сердце. То ли в горле, то ли в голове, то ли ещё где-то. Оно прям всё пульсировало. И вот я думаю, а как, я хотела с вами об этом поговорить, как тысячи этих женщин и детей, я уже не говорю о тех, кого депортировали насильственно, где искать этих детей, как этим людям психологически будет помогать и сейчас, и после победы. Кто сможет им помочь в таких количествах и привести их психику в порядок, и в душу. На вопрос, как вернуть эти 120 тысяч незаконно вывезенных, депортированных детей, мне ответить никто не может. Я врать не буду. Никто из вышепоставленных правоохранительных органов мне ответить не может. Маша, мы работаем над этим. Пожалуй, это самая частая фраза, которую я слышу. По поводу зверского насилия над женщинами и детьми, произведёнными на оккупированных территориях, следующая картина. То, что удаётся, кому удаётся добраться из Бучи, там несколько, условно подобрать, не назовёшь это категориями, это ужасно, несколько, значит, картин. Первое, это то, что большая часть мертвой, большая часть, над которыми произведено насилие, они мертвы. От них пытались избавиться. От некоторых удавалось, и по заявлению Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, некоторых даже не могут опознать. То есть там уже не ведётся речь о том, что с ними было содеяно. Там всё сжигалось. Те, которые могут опознать в большинстве случаев было сексуальное насилие разного вида. Далее люди искалеченные физически, они в больницах. К ним допуска нет. У меня сидит, у меня в фонде сидит уже просто армия, батальон психологов со всей Европы. От Израиля до Австрии, плюс наши украинцы. Ну то есть у меня на сегодняшний день психологов готовых помогать, и американцев очень много. А у американцев есть даже программа, которую они разработали. Это служба, которая всегда работала официально с военными, вернувшиеся с военных действий, лечащая им ПТСР, посттравматический синдром. Они разработали специальную программу для женщин и детей. К ним меня не подпускает служба безопасности. Каждый случай, сейчас последствия, с субмедэкспертизой. Единственное, что просят иногда, и я связываю их с лучшими специалистами по сексуальному насилию, с лучшими специалистами Украины, которые помогают, Наташа, при допросах. Дети, преимущественно, дети и подростки молчат. Они не произносят физически ни единого слова. Они молчат и смотрят в одну точку. И поэтому наравне со следствием, с личами работают наши психологи, мощнейшие, просто там чуть ли не профессура, которые помогают им разговаривать. Это все, что я могу сказать. Дальше все случаи засекречены глубоко, потому что ситуация жертвы будет происходить. Пока ничего больше я сказать не могу. Это вопрос много раз повторяешь, и ответа на него нет. Я слушала то, что Ора Прикова, как она обращалась с Филиппом, мы знаем почему. Я читаю иногда... Я, кстати, у меня все енты стали там 50, это самое, там вообще там осталось буквально по 10 человек, потому что не хочу даже видеть намеки, ни на каких-то русских блогеров, ни на что, ну просто невозможно. Но, скажу честно, до сегодняшнего дня у меня оставалась Собчак, я ее тоже убрала, потому что я прочитала, как она там лицемерно там биткается, ну вот как же так, простые россияне должны на себе санкции ощущать. То есть у человека даже нет миллиграмма эмпатии, что сейчас в это время кто-то умирает во Львове под бомбами, в это время возят трупы из Гастомеля, из Бучи, детей. У тебя же тоже есть ребенок, тварь-то такая, просто уже сил нет, да? Вот. А она говорит, ну зачем же простых россиян обижать? Откуда в этих людях такое полное отсутствие человеческого? Они же вроде бы как бы жили вместе со всеми на планете там, не знаю, какие-то блоги записывали, делали вид, что они там не знают, думают о будущем человечества, книжки какие-то читают умные. В случае Собчак это феномен, но она в принципе феномен. Она очень умна, невероятно умна, невероятно быстромозглый человек. У меня с ней колоссальное количество общих знакомых, колоссальное количество людей выдающихся, которые были нашими общими друзьями. и все эти люди всегда рассуждая о ее феномене умения преподносить любую информацию, раскручивать людей и в принципе оправдывать ее такое немножко навязчивое всегда напоминание нам всем, что она журналистка. Вы наверняка часто смотрели ее интервью, то есть это единственный человек из всех наших коллег, который за любое свое интервью 50 раз умудрялся напомнить нам всем, что я же журналист, я журналист. Вдруг вы забыли, я журналист. Но даже это ты ей прощал, потому что она все время и вот сейчас ты понимаешь, что это все был крутейший, вложенный в невероятнейшую крутую команду, то, что с ней работали люди абсолютно высшего профессионального класса, вот в этот вот все, вот в этот камуфляж был для того, чтобы прикрыть ее невероятнейшую жажду денег. Вот эти все люди, вышеупомянутые мною, наши общие друзья, они всегда об этом говорили, она очень любит деньги, все, как бы иголка в яйце ее, где находится ее уязвимое место, это не дети, не семья, это деньги, она жадная до денег, она очень любит люкс, она очень любит роскошь, она это не скрывает, она очень не любит за это все платить, поэтому бесконечные бартеры, бесконечная реклама всего, то есть это человек, у которого есть уязвимое место, бабло, и в случае с ней, и с 50-летие к 25-летию, Ксения теряет колоссальные миллионы свои, и теряет все, как сказать, сидя, да, там, где она сидит и записывая никому не нужные нейтральные сюжетики, то есть вложено вроде бы столько всего, чтобы заполучить место, там, объективной, условно, да, журналистки в России, которая напрямую могла говорить Путин зло, но ради чего это, чтобы в одночасье так переобуться, первые три дня, по-моему, ее канал транслировал очень объективные новости, но потом, ну, блядь, ну, привлеки уже всех этих своих мозговитых людей, которые на тебя работают, журналистов, подумайте, как переобуться, ну, хотя бы не так резко, но нет, нейтралитет, бедные, несчастные, россияне все страдают, но это какая-то такая высшая глупость, что у меня паника банкротства, или, может, все бросили, или, может, знаете, все бросили ее, и вот это она начала выходить на поверхность ее суть, но камуфлировалось все очень круто, я прям все отсматривала, мне было интересно, уважала, она для меня, как журналист, росла в моих глазах, ну, и, кстати говоря, у меня есть инсайт, проверенный, ну, скажем так, абсолютно стоп-процентный, это, помните, памятное интервью Зеленского российским журналистам, блогерам, помните, когда такая была, поле экран, где они все ему имели возможность задать вопросы, не будем комментировать контекст, я знаю точно, что ей предлагали быть одной из журналистов, потому что там же была возня по поводу, почему все мужчины и так далее, я знаю сто процентов, ей и Муратову, он тоже отказался, да, ну, редакторной газеты, да, мы предлагали нескольким женщинам, журналисткам, все женщины отказались, Ксения Собчак была в их числе, А почему, как вы думаете, почему испугались? Это сложный вопрос, Наташа, давайте рассуждать, у вас, скорее всего, и своя позиция, у меня своя, потому что я же пытаюсь их понять еще и как публичный человек, и как артист, и как человек, который, в принципе, там, скажем, зарабатывал всегда все свои деньги на абсолютно всей публичной деятельности, у меня нет там заводика по производству куриного мяса или еще что-то, у меня нет, у меня там есть какой-то бренд одежды, но я, по крайней мере, все время в него вкладывала, и это было такое хобби, большого бизнеса, которое бы приносило мне деньги, кроме как публичность моя, ничего не было, я вот все время ставлю себя на их место, наверное, наверное, и надо подчеркнуть, что там другие деньги, то есть там речь идет на миллионы, наверное, когда у тебя там дом за 10 миллионов или за 20, и ты еще столько же в него вкладываешь, и ты понимаешь прекрасно, что ты это все теряешь в одночасье, ты должен, как Чулпан Хаматова, уехать в Прибалтику или там куда, в Израиль, с каким-то количеством сбережений, которые тебе можно вывести, не знаю, там каких-то 10-20 тысяч, на которые ты проживешь 2-3 месяца, совершенно не так, как ты привыкла жить, возможно, это серьезная, серьезная, серьезная причина и аргумент, чтобы стать предателем, предателем действительно человеч, речь по-человечески, вот себя предать, да, это не предательство там Украины, Россия, себя предать, мы очень четко сегодня 53 дня понимаем, о чем я говорю, вот себя, вот я, когда даже выезжала, я стояла на границе с Польшей, я стояла на границе с Польшей там 10 часов, и 10 часов я чувствовала, что я предаю себя, я предаю Родину, я предаю себя, я пыталась погодить за своей 18-летней дочерью, я плакала, я сказала ей, что я вас отвезу, вызову маму, оставлю вас и вернусь, она кричала, мамочка, я никогда я умру без тебя, сколько можно, нам плохо, сколько можно видеть, я плакала, все мы, вот это будет в истории нашей семьи, как я выбирала материнство, а не Родину, в этот момент для меня, так вот, и эти люди, которые выбирают не Родину, а выбирают возможность дальше продолжать ту жизнь, которой они жили, даже если они, как очень умные люди, как Филипп, который понимает, что больше никогда не будет мирового турне, как Ксения Собчак, которая больше, блядь, никогда не скажет, что она объективная журналистка, они понимают, как рушится этот карточный домик, но также они осознают, что что-то они себе еще оставляют на какие-то годы, пока Россия будет разваливаться, а он будет гастролировать там от Тывы, Сахалина, до какой-то Ростовской области, она уже перданула марафончик, она уже прыгнула в валенки, в лапте, блядь, Блиновской, она уже, которая разъебала все, что касается инфо-цыган, становится инфо-цыганкой, то есть рушится все, что эти люди стали. Более того, считает стать инфо-цыганкой номер один. Представляете, то есть они, вот эти вот пузыри, которые они над собой, купола, которые они над собой возвели за эти десятки лет, они сами их расстреливают, но внутри сидят, потому что понимают, что еще внутри этого они способны какую-то часть времени прожить еще с деньгами, с роскошью, с тем, что вот эти 140 миллионов людей будут заглядывать им в рот и кормить их какой-то денюжкой. Это настолько, как сказать, вскрытие сути человеческой, что мы с вами, ну действительно, у вас очень много выдающихся гостей, я смотрю каждое ваше интервью, эти люди глобально пророчат крав России. Сейчас мы с вами говорим о крахе внутри каждого, кто был личностью и считался личностью, о крахе человеческом мы с вами говорим, и наблюдать за это тоже, за этим тоже исторический момент с точки зрения вообще подлинности человеческой души. Это будут исследовать психологи. Я вам уже неоднократно говорила, что имею сейчас невероятную возможность с ними работать. Так вот, многие специалисты мне говорят, Маша, это предмет для исследования. Сейчас будут рождаться новые Фрейды. Сейчас новые Фрейды будут писать новую историю. Фрейд не предусматривал такого ужаса с крахом человеческой психики. Ну да, я, знаете, о чем думаю. Я же там до войны пописывала какие-то детективчики и подумала, господи, о чем я писала? Вот. Есть такое. Есть такое, все стало мелко. Я была поклонницей вашего птихомолочку, все время смотрела ваше дорослое девчатка с Олей. Во-первых, я для себя открывала вас, Олей, вот, а во-вторых, я понимала, что вы делаете какую-то очень важную и нужную работу для тысяч женщин, потому что, ну, есть же какие-то вещи, которые не принято говорить вслух, а тут, когда ты понимаешь, что, ну, так же, как все, как все, я по земле хожу, это как бы, это совершенно другая история. Ты понимаешь, что ты можешь победить, что ты можешь получить свою любовь, что все эти переживания, которые есть в твоей жизни, они есть в жизни у каждого, и у каждой женщины, и так далее. Я бы хотела, чтобы вы продолжили. Оля мне вчера очень коротко сказала, когда я с ней говорила, что вы продолжите. Расскажите мне, как это поменяется, каким это теперь будет? Во-первых, мне очень приятно, что вы смотрите, смотрели. Во-вторых, я скажу, что у нас записано две программы, мы записали за две недели до войны, мы записали две потрясающие, два потрясающих выпуска нового сезона, один посвящен мамам, это тяжелейший выпуск для меня был и для Оли, он был какой-то, знаете, ну, как будто, как предчувствие. Второй, очень мощный звонкий про то, как мы понимаем украинцы, женщины-украинки самореализацию, туда вот всё про плохая мать и всё, два мощнейших выпуска. Не могу их выдать, Наташа, там, я вот их пересматриваю, они такие, они такие живые, они такие задорные, забористые, вот эти две сорокалетние бабы, у которых, сука, вся жизнь бьёт ключом, у одной концерты расписаны до июня, у второй до ноября выступления, съёмки, шоу, и я прям вижу этих двух женщин, у которых слюни метят, у которых там руки трясутся, как мы перевиваем друг друга, у которых вообще в голове всё другое про то, чтобы там дочерей обеих в университеты отправить, вообще всё в голове другое, всего, чего сейчас нет, вообще нет, я позавчера стояла перед стойкой с нижним бельём в 30 минут и смотрела на розовые трусы и думала, я не могу себе купить розовые трусы, вообще не хочу покупать себе трусы, можно я, пожалуйста, буду в своих застиранных дыр, я не могу, если я здесь, сейчас куплю, это очень понятно, это как будто бы я тоже предаю свою страну, понимаете? Ну, вы понимаете. Я не могу выдать эти две программы, хотя мне стыдно даже, я не могу, у меня такое чувство, будто я сейчас одену розовые трусы и пойду гулять по, не знаю, по Варшаве и петь песни, это примерно так же, хотя, может быть, кто-то и посмотрит. Что мы хотим сделать с Олей? Во-первых, мы сделаем ей концерт в Европе, сольник, который будет разбит, который я буду вести, и он будет разбит на блоке, в перерывах между которыми мы будем общаться с публикой в зале, со всеми переселенцами, женщинами, которые на него придут. А где будет концерт? Попробуем, в Нюрнберге будет в мае. Удалось сделать Оле концертную площадку. И мы попробуем сделать взрослых девочек в оффлайне. Если пойдет, а я не знаю, пойдет или нет, мы обе, вот мы вчера были в зуме, и мы обе не понимаем. А может быть, женщины придут просто послушать ее лирику, ее песни, и скажут, не хотим чёс, не хотим трёп, дайте поплакать под лирические песни. А может наоборот захотят шлёпки, а может захотят болтать и скажут, не пой, мы ничего сейчас не понимаем. Мы с вами сегодня много говорили о том, что реакция у людей разная. Одни просят, одни радуются и благодарят, когда там я делала с марафона варшавского в полном макияже делала стрим, и ужасно боялась, что меня засрут, мог, как тебе не стыдно, ни одного негативного коммента, все писали, Маша накрашенная, значит победа скоро. А я вообще была, я прям была настроена, что сейчас засрут. Я себя плохо чувствовала в гриме, мне было некомфортно, я себя как-то чувствовала не неприроднела. А нет, вот такое попросили. То есть нам предстоит сейчас всё узнавать про настроение людей. И если мы почувствуем, что это своевременно, возможно, мы будем делать какое-то видео, но скорее всего оно всё будет в реальном времени про настроение нынешнее, про спорные вопросы, про неоднозначные взгляды на одни и те же вещи со стороны женщин. Скорее всего мы больше будем интегрировать сюда вот общественные настроения с реальности. Женские. Но ещё мы боимся, понимаете, свалиться до вот этого засёра Киркоровы, Басковы. Много им чести. Много им чести. Понятно, что Баскова хорошо знала я, и с Филиппом мы дружны были. Я записала своё обращение к Филиппу, но когда увидела Олина, решила своё не выпускать, потому что видно, что там боль как бы идёт из самого сердца. Филипп молчал всё это время. И вот я просто только хотела сказать, что лучше бы он говорил, чем вот так высрался спустя 50 дней. Вот лучше бы он говорил бы, тявкал бы, как этот петух Басков поэточный. Лучше бы тявкал, чем вот так высрался. Без слов. Ну и марш в финале. Я сейчас не делаю интервью больше, чем полчаса. Я как бы не могу. Да и знаю, что люди не смотрят больше. Что важнее всего на свете в итоге? Потому что оказалось, что в принципе 95% это вещей, которые мы считали важными. Я не знаю. Шмотки, карьера, что о нас думают окружающие люди, ещё что-то, ещё что-то. Оказалось, что в какой-то чистой выжимке очень мало вещей, за которые ты готова отдать жизнь, за свой дом, за свою страну, за людей, которые тебе близки, за семьи. Вот что важно. У меня сразу, когда начинаю волноваться, сразу связки отекают, и мне прям... У меня тоже такое есть першение в горле. когда на седьмой день, после того, как я покинула Украину, на седьмую ночь мой сын перестал стонать во сне. Часто. Он сейчас постановит. Я поняла, что я приняла правильное решение. Это самое важное. Моя дочь заговорила со мной. Это со мной. Мой муж подходит к телефону с третьего мутка. А если не подходит... то я... то я просто ложусь и жду, потому что я ничего не могу делать. и когда он мне показывает, что мои орхидеи на окне зацвели по видеосвязи. и когда все друзья в чате при перекличке пишут норм, я норм, я жив. и... умение каждый вечер отогнать привычный рефлекс про планирование. Мой мозг так устроен всю жизнь Наташи, что я люблю планировать, загадывать, мечтать. А теперь, что мне понравилось, у меня получается это изменить. Я никогда не могла. Теперь я умею, я научилась это... от этого отказаться. Я только знаю, что завтра мне надо сделать. Купить продукты, приготовить детям, покормить, говорить, учиться и постараться не сдохнуть, от горя, которое я читаю потом целыми днями, сутками в новостях. Слушаю, читаю, слушаю, читаю. То есть, ну вот, вот так устроены новости, новости, звонки, зумы. Это помогает выжить. И помощь другим. Вот это самое важное сегодня. Мне вот не представляетесь насколько близко то, что вы говорите, прям докажут до буквы, потому что, ну, я, может, только в отличие от вас не ложусь, начинаю исторически звонить всем соседям и друзьям, сбегайте, посмотрите, там или не там, особенно вечером. Вот. И всем говорю, пожалуйста, выживите, пожалуйста, останьтесь всех живых. И если кто-то может дотянуться до ближнего, помогите ближним, поддержите. Надо сцепаться людьми и помогать. И сами, да, и сами все, что можем. Маш, я вас обнимаю. Я вас крепко-крепко, мой друг, обнимаю. Надо держаться. Надо держаться. Вы делаете большую работу. Жду Ваши интервью, жду Ваших гостей, жду Вашу, вот эту невероятную силу, которую вы нам всем дарите. Держитесь, мой друг, держитесь. Люблю очень, буду следить за всем, что вы делаете. Пока, Наташечка. Пока. Ждем победы и приближаем ее, да. ИНТРИГУЮЩЩАЯМИ how to play. МОЛИТОЮЩАЯ 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 МОЛИТВИЮЩАЯМИ.